так зелень я подготовила только теперь мне осталось что с эти яйца слить яйца подожди со своим компотиком яйца я ж ничего сейчас запотели в камеру запотела да нет нет и будет все готово картошку переставляю на большой глаз потому что у меня до сибирских валенков переставила зелень меня готова чесночок у меня чесночок надо уйди мои все маленькие ножики поделились куча сейчас с николаем дальше только так забегает за вещами и все а все равно вот вот я теперь поняла что у меня вечно наводит порядке на кухне николай дальше вернее все время на дашу решу типа что это даша мне все время тут наводится все не туда куда надо ставить ага вот помыли вот лишь как моем посуду и складываем там у нас есть специальная штука сам стекают лопатки там очень такое но лопатки там деревянные постоянно стоят а такие вот железные ложки мы и эти ножики ну вот я так и знал докладываю и вот когда оттуда забираются все ножи они расставляются не так как мне надо у меня внизу стоит маленькие ножички типа такого только еще тоньше вверху там по-другому стоят сверху там совсем другие а коля напихала бы куда я потом когда беру не могу найти тоже нужно те ножики которые мне нужны что-то и спина еще так ломит поймешь что у меня так и чесночка побольше потому как борщик у чесночок это классное плюс еще к салону требует есть поздно я стала здесь слишком кипит поздно я стала делать все можешь видео надо надо было доклипать надо было потому что получается что пока она сейчас он склепала сейчас его пока в интернет загоню вот этот ну пока там по подписываю пока картинку сделаю нишу к чему вот вам пожалуйста это все время и вот почему у меня видео поздно поздно иногда выходят с вечера бывает не успеваешь потому что вечером уже такой ли внимание уделить то ужин то тут усил с вечера бываешь не успеваешь а с утра как начинается не по плану все знаете как планировала по одному а все по-другому надо как-то с вечера все-таки клепать видео чтобы на утро были уже готовы это время вроде коля уволился с работы да и должно время побольше появится у нас что-то его как-то мы сбились с колеи знаете только кони бегут в упряжке все время и вот они ровненько бегут все хорошо и тут это упряжка расшаталась и они вот это вот так вот вроде бы по той же дороге бегут только каждый в свою сторону кому как надо вот так и мы какие-то сейчас он как в центрофуге не пойми чего вроде план у нас был что нужно первым девушка нужно вторым что нужно ой как что нужно третьим делом сделать и вот как пришло дело к делу что-то вообще не пойми что куда делать и когда непредвиденные и мою ситуации получаются так режем что мы режем мне для того чтобы нарезать вот это все как она называется пилочка что люблю резать пилочкой так вот листик мне не нравится пилочкой просто режу перчик он у меня нормальный все он просто подвял малеха уже тут пару штучек оставалось так так мы малосы яйца почистили рис отворили зелень нарезали и пробуем капусту есть капустка уже будет добавлять соли и все дела все это дело проверим как-то нас не будет нас вариться мы сейчас засыпаем деливаем водички так досыпаем любом случае соли маловато соли вот так засыпаем перчику может в этом бардаке разве что снайдёшь вчера помыла пол чтобы понимали на кухне помыла пол на кухне красота чистота оля вспомнила раз что забыл что-то там в дашиной спальне из инструментов потому что переносила к нам в комнату прошелся а там же белое все белым белом все шпакловка вот это вся ерунда тапочки он естественно не перейдет раз промчался следом еще что-то пошел второй раз промчался короче раза четыре он так промчался и пол как был грязнючий так и стал короче еще хуже сделала чем было потому что он по свежевым этому полу но он чуть-чуть уже под носок но еще был влажненький и он от этой шпаклевкой вот этими ногами все все пропало одним словом так следующее что мне нужно добавить что я больше добавляю так это я добавляю смесь красных перцов это острый перчик и болгарский перчик обязательно добавляю нам нравится когда она немножечко острюнечко я можно было бы конечно взять сухой перчик а забросить что-то я протупила можно было конечно да так и у меня есть где-то тут для первых блюд да вот для первых есть лаврушки кусочки осталось я обязательно добавлю для первых блюд классный получается привкус мне очень нравится чем было таким взять ты ложечкой возьму еще сверху аромат стоит неописуемый он могу передать прямо раз и два вот такие буровые ложечки закрываем убираем закрываем так пускай борщ еще у нас перекипит потом будем добавлять зелень здесь у меня что у меня здесь крабовые палочки кукуруза огурец чуть-чуть лучка морозилка блин на всю с холодильником тоже какие-то дела не могу понять то он намерзает сильно то он размораживается слишком бывает на мерзает а потом слишком бывает размораживается непонятно и вроде же холодильник не старый может из-за температуры на кухне знаете что что-то делаешь жара идет на кухне парка варка кстати пацаны музыку выключили открою немножко этот окно потому что если с музыкой этого вы знаете что придется все ускорять а ускорять это такой бред ну как бред она может и в некоторых моментах интересно смешно на этих на таких номиков на миньончиков похоже они так разговаривать но не все же видео все видео тоже не ускоришь так что будет не очень так еще немножко лучка я добавляю лучше нам нравится было бы конечно круто если больше огурчика было но у меня по-моему только один огурчик был хотя там уж на дверках еще есть посмотреть я вообще хочу порядок скоренько навести своем холодильнике может быть дай бог сегодня вот это конец этих магнитных будь вчера она была типа магнитная буря но у меня штат нагребает за несколько дней до и за несколько дней после не только меня это все вот может сейчас немножко устаканится что-то готовить холодильнике немного по прибираю что-нибудь приготовлю вкусненькое вам покажу я знаю что не сырники просили чтоб я вам показала как я делаю на самом деле знаете вам что скажу есть миллионы рецептов сырников и каждый раз по-разному делаю я могу вам так показать один раз один рецепт другой раз другой рецепт есть с минимальным добавлением муки там буквально одна ложечка добавляется есть с манкой сырники есть сырники вот же получается с изюмчиком и с этим с курагой там с этими всеми делами тоже вкусное получается есть сырники на пару тоже классно получается такое более для деток а вот есть сырники какие в духовке и сырники делают вот что там еще с сырниками какие там еще сырник есть господи разве все сейчас упомнишь а в общем разные разные а есть соленые сырники вот кто не любит сладкие есть такие они немножечко в меру соленоватые в меру сладковатые есть сырники кто не смотрел на нашем канале на канале шаповала вы уже на кухне есть такие но и там не сырники называются а закуска в общем там это одно из там из первых блюд может быть десятый рецепт получается тесто из сыра делается там тоже с минимальным добавлением муки и внутрь заворачивается колбаска и все остальное получи как сырник такой сырная масса а внутри получается колбаска все это на сковородке обжаривается очень вкусно то есть можно из сыра приготовить массу блюд можно шоу угодно как сладкие так и соленые и какие угодно также сырные котлетки такие можно минуты с фаршем ой что только не делают сыром дай дай бог чтобы у меня сейчас было здоровье чтобы со мной все было хорошо вот сейчас немножко поправлюсь и вперед из песни вам что-нибудь покажу также я не сделала с брынзой и с этим и со шпинатом не представляете мне вообще хорошо что брынза там у нее срок годности хорошим а шпинат уже по моему уже ему по моему фукушка ну посмотрим на упаковке в принципе упакован может быть и и нормально еще доживет мне лучше показать вам эти роли не блин состоим так я картошку не солила по моему да кто помнит я солила картошку что она готова это факт на соль представляете картофель сейчас мы ее солим где-то так где-то полосу ложечку сполоснула и так утоплю немножко соль и можно уже выбрать на этом этапе лаврушкин и перчик который мы сюда забрасывали так перчик тогда вот перчикчик выбрасываем не чтобы не больше закладывал буду мять увижу да где-то он потерялся а вот ты где перчик а вот еще один перчик подошли представьте если размять этот перчик это слишком будет не того все короче перчики размер вернее вытянула лаврушки вытянула красота и порядок сейчас чуть-чуть картошечка возьмет себя соль а вот еще один лаврушки на этом прилип на крышечке так опять же берем чистую ложечку и пробуем капусту надеюсь уж сейчас она уже как бы все кстати у нас же получается больше без мяса без бульона капуста была немножко подгавшая подгавшая она дольше готовится пришел я говорил про что же я говорил мысля убежала ускакала так капуста была подгавшая а я собиралась попробовать чтобы закинуть зелень а а так как у нас борщ надо вернуться на то место а так как у нас борщ без мяса то знаете что я сделаю у нас же тушеночка есть вон тушеночка я возьму жир с тушеночки в борщу это будет очень вкусно я бы заложить тушеночки в борщ если бы коля у меня эту открывашку не забрал ё-моё пошла я за открывашкой вот она я с открывашкой значит я открываю тушенку и просто банально вот этот жир который сверху на тушенку ой вот видите что я говорила что она прорывает прорывает иногда наш ключ вот такие дюрочки так вот сейчас банально просто жир собираю и складываю борщ это очень вкусно будет вот такой привкус как чистой ложечкой берем очки и вот эту всю красоту мы а остальную тушенку я пацана она возьму дам к этому картофель а по кусочку положу на каждую тарелочку когда помню ну давай выкидывайся ну что ж такое тут же беспредел вот сам по себе хороший получится потому что там же и фасоль есть то есть а вот насчет того что наваристость это у нас будет вот пожалуйста ой еще жир остался чеснушку сползнул уже обращение навозюкала здесь есть хорошенечко жирочек собираем жир кстати очень здесь вкусный в тушенке мы его прям даже когда съедается тушенка да и остается жир мы его потом нахлеб как сало иногда ну сейчас раз я уже решила больше значит решила больше все красота теперь будет нас борщ спривку сам мясо обманем малеха всех так ну все в принципе можно теперь погружать зелень у меня уже с чесночком здесь выдавлено загружаем за петрушкой мне идти впадло я ее просто поставлю на стол тут у меня в основном укроп лук зеленый и чеснок все потому что он петрушка хоть и растет но не щас накидывать что-то на себя надо бежать пока буду бежать у меня тут вон картошка переварится или еще что случится так все это у нас доготавливается до париться так сказать бой до париться мне все на плиту здесь я выключаю что мне осталось у меня осталось крабовый салат добавить яйца ой хоть бы не крабовые палочки пришлось добавить сейчас я гляну чё оно по консистенции а если интересно крабовые палочки положить в микроуновку как они размёрзнутся быстро сейчас если положу в микроуновку вдруг не получится получится ерунда будет не хорошо так у меня не специально резалка такой бы и найти сейчас вот она вот она у меня вот я подарила дает очень удобная штука и новую я еще пока вот это вот специальную там крутую не купила эту как у луизы увидела поэтому я буду делать ею опс и опс вот так вот отлично блин чего не дорезалась то тут немножко да когда крупные яйца то немножко проблематично но не дорезает до конца система это быстрее чем ножом однозначно потому что ножом яйца резать во первых досточка вся потом в этих яйцах это раз а во вторых ровненько ты не нарежешь налипает к этому ножу все в этих яйцах блина так чпок и уже кубики есть яйца любим всем поэтому в салат яиц всегда много добавляю если мало крабовых палочек добавить больше яиц и получится очень даже нечего так что так и вот так вот в общем наговорила все пожалелась вам так сказать пожалелась о своем дурацком состоянии ну а кому мне еще пожалеться фу коле не хочется лишний раз напрягать он так бедный за меня переживает постоянно ляжь полежи и полежи и мне же полежать и не хочется вот понимаете такое состояние как вроде состояние усталости хронической но полежать не хочется ложусь спать не хочется а именно вот такое какое-то состояние дурацкое так яйца порезали молодцы какие мы быстренькие да с вами прям шикарно эту штуку надо мыть сразу если и сразу не помыть эти струнки залипают желточками потом вообще очень плохо я один раз останула потом стояла тут правило поэтому надо будет сразу все красиво и ложимся все осталось добавить немного риса и сметану и сметану майонез 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 а у нас майонез наш такой закончился который мы 30 процент используем я немножко добавлю вот этого вот густого майонеза и немножко добавлю нашего обычного так сейчас только смешаю какой ложкой мешал вот этой да что-то мешало то не мешало сейчас будем еще рис добавлять рис обязательно не знаю кто-то пишет написал я когда тоже такой рецепт указан писал мы без риса готовим типа видите каждый как придумал себе как рис раньше начали добавлять в качестве экономии знаете побольше рису добавил и типа уже и салата больше я не в качестве экономии нам просто нравится с рисом я его совсем чуть-чуть добавила его тут будет немножечко совершенно то есть он не будет забивать привкус крабовых палочек хотя их тут очень мало если что я бы конечно дорезала блин может по поводу разворозить и у меня три крабовые палочки ай-яй-яй-яй сейчас найти эти крабовые палочки они в принципе на столе разморзнутся быстро больше делать ладно сейчас пускай полежать немножко на столе если не успеют разморзнутся мы конечно же возьмем микроволновку засунем так сейчас добавляю сюда вот этот майонез конечно не так что прямо все плавало побольше тихо 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 спешишь получается все выдавили убит в мусорку так ну ладно стол нельзя вытирать этим бумажной салфеткой ну достичь это можно правда не не хорошо и соло тирать тряпочками и потом эту штуку на котором буду резать а на кухне у меня сколько тряпочек не положили салфеточек тряпочек столько я использую чтобы понимали эту потом эту потом опять эту что воды наляпана кучу кучу воды наляпана так вот так ну что у меня за этого конечно будет мало поэтому я еще добавлю этого майонеза нормально сейчас крабовые палочки добавлю будет как раз тоже надо сейчас еще рис в себя возьмет хорошенечко настоится все это наша красота я всегда когда он делаю крабовый салат и ставлю его чтобы настоялся потом такой боли не на стол на стол потом когда насыпаем я достаю чтобы насыпать по тарелкам все равно мало майонеза поэтому не приходится мне его побольше добавлять рис хорошо все здесь попались вот так вот красота красота чего не красота был бы больше огурчиком было бы еще краски красивее огурчика нету так убираю здесь все и что я дальше делаю сейчас посмотрим видите малый как танцует пока я там готовлю пока тут кушать малый там он пожалуйста пляски танцы на улице продолжаем продолжаем начинать как говорится я тут уже попробовал салатик очень даже вкусно борщиком нас сейчас будет понятно как на меня просто великолепный как на меня просто великолепный так теперь нам осталось он больше мы включаем когда париться убираем штуку и папа ласкается все потому что потом как на забирается этой посуды следующее что мы сделаем салат у нас почти и так следующее что мы сделаем это мы почистим чесночка немножко осалка сделаю и наверное все таки я посмотрю у меня есть тут фарш и он уже почти размёрзли девчонки мальчишки я сейчас наверно быстро ваш который размёрзли у меня остатки оставались очень быстро отберу не совсем он размёрзли ну чё вот есть кусочки которые размёрзлись пока буду очистить чеснок у меня этот фарш до размера морзнится этот фарш кусочек мяса лежал кусочек мяса я оставляю вот фарш если сейчас не до размерница я его возьму поставлю в микроволновку даже если немножко трава есть как говорится в микроволновке то ничего страшного у меня для угольников самое то так значит все пока чеснете буду чеснок и фарш будет размёрзаться немножко отключусь хоть пойду присяду потому что спина болит сил нету короче поработали сидим отдыхаем танцуем поем вот такая красота получилась смотрите все чисто убрано все замечательно осталось еще завалить эту стену нахрен вот эту я не знаю вообще на чем она держится видно да не пойми на чем она короче стоит на кирпиче перлась и держится эта часть конечно более более-менее но все равно это на это тоже разбирать как видите это просто трендец полнейший короче фундамент я здесь пока не не вижу не нашел так что так куча кирпича спины у всех отваливаются капец полный вообще работы сделано непочатый край повысыпали вывозили сначала на огород там досыпать короче эту дырку ну там где подкоп она была в те подкоп и повысыпали а вторую половину вторую половину вывезли на улицу ну там что площадочку для машины шире сделать так что такие пирожки чеснок почистила почистила лук мне нужен для угольничка так чеснок вот лук вот а фарш надеюсь на 30 секунд его поставлю пускай 30 секунд это и тут полуковички отрежу блин зараза муха залетела у луковички отрежу сделаю для фарша если фарш даже микролоке немножко знаете как подварится типа это ничего страшного от этого начинка хуже не станет мне нужно быстро плотцы у нас закончили хотят кушать а я все из них как закончить не могу они как раз пока компотик попьют пока покурят пока пообсуждают все что они на ваяли как раз и будет все хорошо открываем открываем достаём и смотрим что у нас нужно вилочка вилочка некоторые места еще такие замороженные в основном конечно же сейчас вот эти под замороженные места раз разомну вот так вот хорошо отлично с краешком немножко как подварился но это абсолютно ничего страшного так домашнее мясо ни с чем не сравнимо конечно плохо и что нет говядины я вообще люблю свиноговяжий фарш самый вкусный получается в меру жирный меру такой ну и что такое мне так поставил камеру как-то да через непонятно кудой как-то вот что-то не так вроде вот радио вот так надо да ладно значит в меру жирный меру хороший добавляем сюда лук сразу же видно да нет так и опять же этой вилочкой все переминаем хорошенечко чтобы лук ваш разделился и с мясом смешался хорошенечко очень быстро все делаем очень быстро так тут же сразу же посолить поперчить вот у меня перчик все это дело при перче перчика понадобится еще вот солька посоли думаю еще немножко вот так вот так будет точно достаточно теперь мне нужно вот очередь потом я буду взбивать яйца взбить несколько яиц так берем несколько яиц скажем красиво все красиво все красиво прекрасно здесь мы перемешиваем старинечко здесь мы берем в другую вилочку немного перца сольки смываем и взбиваем отлично так здесь немножко убираем потому что мне что-то слишком как-то на столе много всего стол на насухо вытираем прям насухо-насухо чистой тряпочкой мы вытираем потому что прям здесь буду сейчас делать угольники этого протерла а теперь сухой тряпочкой хорошенечко вытираем так достаем где же наши вафельки вот они наши вафельки вот так вот высыпаем вафли ну давайте же вот эти вафли классные тяжел покупаю вот это они толстые но более толстые а вот эти вот маленькие такие они более тоненькие и они быстрее размокают а соответственно быстрее жарится берем ковороду устанавливаем поджигаем газ подсолнечное масло картофель еще не мяло сейчас я его помню еще пока горячий он подождет так все мы берем что делаем берем и начиняем вафли как делала это я вам уже показывала что ж такое силки надо снять как это делала я вам уже показывала вот положил чтобы фарша было быстрее прожарится да и вкусно ручки у меня чистые если что то скажете ай пальцами туда везде полазила чистые ручки ручки при каждой возможности прям мою 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 вот пожалуйста откуда-то на сковородке вода видимо плохо вытянула тогда поставила в духовку и поэтому постреляла немножечко подсолнечное масло так все ну как мы делали угольники что вы знаете и сами я уже это показывала клярчик раз-два и вперед и все равно называю их угольниками кто сейчас спросит почему может кто-то новый зритель да потому что раньше были только круглые вафли и резали их уголками и делали вот так же с мясом и называли их угольниками сейчас есть такие маленькие бризолечки вот такие вот мне кстати написали что бризоль это не вафли ну что это блюдо в чем-то там в таком плане вот видите а на вафлях написано бризоли опять же таки нас вводят в этот вечный обман точно так же как и мы всю жизнь думали что как он называется жульен это блюдо с грибами под сырной корочкой на самом деле это способ нарезки вот вам и пожалуйста так что ребята еще одна влезет е-мое что-то как-то я не рассчитала нашла сковородка стрелять я испугалась страшное дело последнюю делаем и там еще пока это будет жарится на них заход хватит а я отключу потому что мне нужно вытяжку включить если я включаю вытяжку там ничего не слышно честно словно что камеру придется отключить все последние штрихи крабовые палочки березово вот их смешиваем уже они умею успели растаять они полу на мороженое не резала а вот а потом кубиками не растаял меня масло 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 замену масло у меня пюре шичку сейчас вот эти какой смысл сделать вот она ведь это вареная с чесночком а это наша духовочка красиво же правда красиво угольники вон пожарила здесь коля сейчас это наверное майонеза чуть больше что суховатся вот как я и говорила видите майонеза надо много за счет риса и там еще одна черная лишь это горошек не довытягивала так все салатик сало готово угольники готовы крышка готова борщ готов все готово кто молодец я молодец я молодец на самом деле мы сегодня все молодцы да сегодня мы все молодцы сейчас я еще пойду проконтролю что вы там нам надо делали все убрали что надо да ну раз вы молодцы вам масло двойная пайка получит поляка компактную тарелочке вот последнее было все капец просто мы уже с колей сдыхали просто а малый что не сдыхал он возил оно понимаешь ну оно то тяжело конечно но когда ты кидаешь на позад оно тяжелее но возить то легче будет да да ну то есть ты нагнувся разогнувся нагнувся разогнувся понятно понятно так что все я молодец все я молодец все сделала сейчас надо переложить угольники более компактную тарелочку на столе не будет места видишь угольники на салфеточку как я уже и говорил что в лишнейшем души ну что если на салфетку не класть столько жира что капец то что я люблю и жирненький да не Коля жира много не полезно да и оно чувствуется прямо кусаешь оно там жир от жир а ты гвоздичку там кидал? нет а у тебя раздавил его перец это ты перец раздавил гвоздичку нельзя туда кидать ну а так себе повар если что так что вам вот эту мысяку ставить и что с салатом каждый сам себя насыпал хорошо так есть баночки тебе еще лоточечки у меня лоточечки вечно проблемы с теми лоточечками честное слово все пораздавали так я насыпаю да хлеб Олежка пошел сейчас купит давай вкусненько тарелки сейчас нарою там есть кастрюльки есть у тебя уже появились кастрюльки у тебя новые появились кастрюльки и сковороду капец блин у меня там клады у меня там по чуть-чуть я как всегда борь хотела сварить жиденькие сварила как сюда короче по чуть-чуть ты ешь борщ кстати у меня быстрого приготовления кастрюльки да у меня борщ из банки кастрюльки 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 салат кастрюльки все кастрюльки 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 плотно Картошки сразу, ну ты мне мешай, так, сразу картошку и сразу картошку. Так, ложки, а ребят, знаешь где ложки? Че там нет ложек? Они вон там будут. Я сейчас картошки себе насыплю чуть-чуть и все. По чуть-чуть, по чуть-чуть мне таблетку надо выпить, а никак. Так, стоп. Ты что еще и мясо туда добавляешь? Ну да, чтоб. А кто его соистов? Хорошо поработали, хорошо поели. Я? Они сейчас с собой в карманы, понял? Я в лотоке домой надо. Рэм, не мешай. Надо их сейчас покормить. Не мешай. Не мешай. Не мешай. Так. Раз. И чуть-чуть только. Оп. 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 Орешки не надо, я сказал не будет. Я? Блин. Дети. Я скажу не надо, я сказал не будет. Все. Немного, кажется. Забирайте. Не, 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 не сюда давай. Зай сюда. Надо было, вы сейчас упустите. Так. И салатик. Забирайте. Ммм, картошечка вкусная получилась. Сколько страшных картошек для нас тукан? Да. Опа. Все. Последний кадр. Снимаю вам шоу пацанов на столе. У меня и батарея, кстати, садится. Вот. И что? Все там одеты, нет? Да. Все? Этот. Подтягиваем. Так. Все. Показываю шоу пацанов на столе. У меня и батарея, кстати, садится. Майонез забыли. Олежан, майонез. Ой, горчица. Возьми там где-нибудь. Ой, Жорика не задавите. У нас все под столом. Вот что. Салатик есть. Хлебушка есть. Борщик есть. Угольнички есть. Сало есть. С картошечкой, с тушеночкой, мятой фюрешечкой. Все, короче, есть. Все. Всем приятного аппетита. Спасибо. Олег, спасибо. Спасибо. Я пую. Я пую. И всем говорим пока-пока-пока-пока. Пока-пока-пока. Вот так. Все. И я говорю всем пока-пока, потому что у нас садится батарея. Я думаю, не успеем. Пока-пока-пока. Пока-пока.